Я генеральный директор журнала «Знай и сила» и шеф-редактор, потому что главный редактор у нас Надежда Владиславовна Алексеева, а я, значит, творческой части я шеф-редактор, а в административной – генеральный директор. Итак, мы в гостях у генерального директора научно-популярного журнала «Знание и сила» Игоря Александровича Харичева. Итак, Игорь Александрович, начнем с самого главного. История вашего журнала, включая его звездный час, неявная реклама в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Когда у вас вышел первый номер и как это было? Ну, в общем, это было давно. В 1925 году, когда советское правительство, только оправившись от гражданской войны, задумывалось над тем, что научно-просветительская деятельность очень нужна. И создавался ряд журналов. Было принято решение о создании журнала «Знание и сила». Была создана редакция при ЦК ВЛКСМ. И этот журнал поначалу был при ЦК ВЛКСМ. Первый номер вышел в январе 1926 года. Он тоже был ежемесячный. В довоенные времена он был такой, как между нынешним нашим журналом и техникой молодежи. Было много технических материалов. Скажем, рассказывалось, как сделать простейший приемник. Модель самолета, планера, катера. И были технические рассказы про устройство кораблей, самолетов. Одновременно были и серьезные научно-популярные статьи. Скажем, в нашей гордости в 1939 году была опубликована большая статья в двух номерах Льва Ландау про теорию относительности. Это было далеко не единственное научно-популярное материал. Потом началась война. Журнал наряду с рядом других изданий не выходил. И в послевоенное время он вновь был открыт, но уже с такой более узкой ориентацией на научно-популярную деятельность. Потому что тогда было принято решение о создании ряда таких популярных технических журналов. Вот там техника молодежи, например. И мы уже с послевоенной поры стали рассказывать про науки. Но разные. То бишь технических описаний у нас уже не было. Как устроена машина такая, как самолет устроен, этого уже не было. Но, скажем, бывали материалы, которые рассказывали о тенденциях в каких-то технических направлениях. Потому что это уже не рассказ, какая-то мощность, какой двигатель, а о том, что происходит. Такие обзорные статьи бывали. Но в основном, конечно, это был рассказ о различных науках. И естественных, и гуманитарных. И мы, собственно говоря, с самого начала печатали рассказы. Но если до войны у нас были и рассказы о путешествиях, приключенческие какие-то рассказы наряду с фантастикой, то после войны мы перешли исключительно на научную фантастику. Среди тех, кто тогда печатался, было много фантастов известных тогда. Ну, скажем, Гуревич был такой тогда в 50-е, 60-е годы очень известный фантаст. Но среди тех, кто начинал, были, когда еще не очень известные, братья Стругацкие. 58-го, 9-го, 61-го годы. Они печатали у нас регулярно рассказы. Неплохие рассказы, но они им той известности, которая позже пришла, еще не давали. И только публикация крупных произведений сделала их известными фантастами. И у нас там телепогибшего альпиниста, а в более поздние времена жуку-муравейники, например. Причем, должен сказать, что его тогда другие издания не захотели печатать. А наш главный редактор тогда, Нина Сергеевна Филиппова, не побоялась, нарвалась на проблемы. Потому что это был роман, его печатали в целом ряде номеров. И после второго, по-моему, продолжения, позвонили из ЦК и сказали, прекратить публикацию. Она говорит, ну, можешь сообщить, что будет продолжение, что написать. Ничего не пишите. Вот так раз и все. Но, слава богу, к тому моменту вернулся Александр Николаевич Яковлев. Она к нему попала на прием. Кому-то там позвонил при ней и сказал, продолжить публикацию. Были интересные оформители у нас, Соболев, в частности, Юрий. Журнал всегда отличался в советские годы таким оригинальным, интересным оформлением. Ну и такими материалами, которые привлекали широкую аудиторию. Он тогда был большой, тонкий, но большого формата. И в 87-м году... Друзья, большой формат. Формат А4 или нечто... Больше, больше. Вот наш нынешний формат, это даже чуть меньше А4. Тогда он был такой, наверное, ближе к А5. Ну, не совсем А5, но почти. И не такой толстый был. Решили перейти на более удобный формат. В каком плане? Ну, чтобы удобнее было засунуть в сумочку и дальше в портфель. Не все портфели были драматные. Перешли вот на этот формат. Ну, первое время там был клапан, правда, потом от клапана отказались. Но вот этот формат уже с 1 января 87-го года. И должен сказать, что, так сказать, когда нам люди говорят, вот вы такого формата, вы же были большого, большого формата. Ну, приходится им объяснять, что это значит, они не брали наш журнал в руки с 86-го года. Аж с 86-го года. Ну, потом наступили сложные времена для журналов. Да, с одной стороны, новая жизнь, с другой стороны, резко упали тиражи. У всех толстых журналов литературных, у всех очень популярных журналов. Но если мы выходили где-то 800 с чем-то тысяч, причем это был ограниченный тираж, его искусственно ограничивали, да, не хотели, чтобы большой тираж был у нашего журнала. Трудно было подписаться очень. То с начала новой поры, с 91-го года, тиражи упали. Во-первых, потому что у людей появилась куча проблем, люди выживали, недочтение было. Во-вторых, в те времена было туго с деньгами у очень многих. В общем, началась уже другая жизнь, не только у нас, но и у нас тоже. Поэтому те тиражи, которые были тогда уже, так сказать, о них только мечтать можно. Сейчас у нас, к сожалению, всего 2500. Но я думаю сказать, что у ряда других старых научно-популярных журналов, литературных, еще меньше. Тираж маленький, а мы продолжаем работать, делаем все, чтобы журнал наш продолжал выходить. Вот держу в руках, скажем так, крайний, называть его последним не хочу, будут еще номера, крайний. Самый свежий ноябрьский номер. Здесь главная тема в поисках темной материи. Я считаю, что наша задача в том, чтобы, во-первых, рассказывать о достижениях науки, вообще, мировой науки, но и в большой степени нашей отечественной науки. И я считаю, что это очень важная задача. В любом случае, наши номера, если взять в руки, пятилетней давности, семилетней, десятилетней давности, их можно читать спокойно, потому что там все равно много интересов. Мы не газета, мы не стареем, вот как быстро стареет газета, потому что мы, в общем, о политике не пишем, и это не наша задача рассказывать о политике. Наша задача рассказывать о достижениях науки. А поскольку самые серьезные статьи нам пишут, или дают интервью ученые по теме своих исследований, это гарантирует, а, старенность материалов, и, б, то, что там много нового, потому что человек рассказывает о том, чем он занимается. Он еще, может быть, это не включил в новую свою научную статью, или это она недавно вышла, но эти сведения попадут в учебники, школьные или университетские, не скоро. В любом случае, то, что у нас рассказано по истории, это, так сказать, не стареет. Ну, мне кажется, что, естественно, научный материал не стареет. Ну, вот, к примеру, главная тема 11 номера за этот год в поисках темной материи. Академик Игорь Ткачев, который работает в Институте ядерных исследований и в отделе экспериментальной физики, рассказывает о том, чем он занимается. Темная материя – это вот то, что нельзя потрогать, но что, как считают ученые, существование чего доказано. А дальше вопрос, что это, из чего состоит. И сейчас есть три гипотезы. Некие тяжелые частицы, которые называют вимпы, это одна гипотеза. Некоторые частицы – аксионы, это другая гипотеза. И третья гипотеза – это нейтрино, но необычная. Потому что обычная нейтрино, про которую мы все слышали, и которая вот нас в этом мгновении, когда я выступаю, скажем, и оператора, который стоит за камерой, прошивают миллионы, и даже, может быть, все тело – миллиарды. Нейтрино мы их не щебли. Вот такие частицы, которые пролетают сквозь землю, не соударившись, не со одним атомом. Но оказывается, что это все левые нейтрино. Есть гипотеза, что существуют правые нейтрины, и они в тысячу раз тяжелее. А если они тяжелее, значит, они медленнее, и они как раз могут быть теми частицами, которые составляют темную материю. Вот академик Ткачев на установке, которая работает в Троицке, пытается найти эти правые нейтрино и либо доказать, либо опровергнуть эту гипотезу о том, что именно тяжелая правая нейтрино составляет темную материю. А темная материя – это очень важная материя, потому что благодаря ей образовались все существуют галактики, в частности, наша галактика, и мы тем, что мы существуем, ей тоже благодарны. В общем, в любом случае, он не занимается аксионами, но наш ученый рассказывает об этой гипотезе, о том, что это за частицы, и как можно доказать, либо опять-таки опровергнуть, что именно аксионы являются частицами темной материи. Но должен подчеркнуть, что главная тема не исчерпывает всего номера. Наш журнал междисциплинарный, и в каждом номере примерно попало материалов гуманитарных и естественно-научных. Значит, если тема естественно-научная главная, значит, остальная часть, ну, это примерно четверть или треть журнала, значит, остальные материалы в основном должны быть гуманитарные. И наоборот. Скажем, главная тема девятого номера была посвящена 875-летию Москвы. Ну, это гуманитарно-историческая тема, здесь рассказ про разные районы Москвы. Ну, не все, естественно. Мы ряд районов выбрали, и вот здесь история этих районов, история, начинающаяся очень давно, скажем, история Ясенева. Район, про который я писал, поскольку там живу, она документально датирована с 1363 года, с Ивана Калитей. Это завещание Ивана Калитей, где он на деревне Ясенево завещает своего младшего сына. Значит, к этому моменту уже эта деревня существовала. В любом случае, это вот любопытные исторические данные. Если этот журнал взять через 10 лет, они же не устареют. Я к тому, что наш журнал, в принципе, такой, который можно брать в подшивке и читать, и находить много нового. В любом случае, я вернусь к тому, что мы стараемся пропагандировать работу наших отечественных ученых. По-моему, это очень важно. Это вот тот хороший патриотизм, который должен быть гордость за нашу страну, потому что это страна с развитой наукой, есть ученые, которые работают на мировом уровне. И в любом случае, мне кажется, это достойно интереса. Интереса тех, кто живет у нас в стране. Коллектив у нас небольшой, и журналистов у нас нет. У нас есть редакторы, у нас фактически творческой деятельностью занимаются 7 человек. Все они имеют какое-то научное образование, но по той направленности, которой они занимаются. Скажем, я сам физик с ориентацией по астрофизике. Есть гуманитарии, есть биологи, историки. И в основном мы статьи почти не пишем, редко когда, потому что все-таки мы уже давно занимаемся просветительской деятельностью. Мы обращаемся к большому кругу наших авторов, которые с нами работают много лет, и когда у нас возникает идея какой-то главной темы, мы вот обращаемся к ним, просим написать статью. Если они очень заняты, вариант более простой для них – дать интервью. Вот, скажем, академик Ткачев, который ее поменял, он человек очень занятый, он дал интервью. Это очень большое было интервью, поэтому главная тема – это его рассказ. Чаще всего бывает, когда главная тема готовится разными учеными, разными авторами. От трех до семи человек принимают участие в подготовке главной темы, и это обеспечивает широкий спектр направлений по данной теме. В любом случае, скажем, у нас в 19-м году главной темой дважды была тема времени, вот этого феномена времени. Если у нас в первом номере о времени рассказывали представители естественных наук, ученые разные, то в седьмом номере 19-го года гуманитария, историки, филологи тоже рассуждали на эту тему, потому что в любом случае есть время историческое – это конкретное понятие, есть время психологическое, психолог писал на этот счет статью. Ну и, в общем, в филологии тоже есть понятие времени, понимание времени. Об этом тоже была статья филолога, доктора наук Александра Маркова, нашего постоянного автора. Я пытаюсь просто объяснить, что в любом случае такие вот статьи большие, научные, пишут ученые. И мне кажется, что это интересно, люди говорят о том, чем они сами занимаются, и, как правило, это увлеченные люди. Такие люди соглашаются с нами работать, им интересно рассказать о том, чем они занимаются широкой аудиторией. Наряду с серьезными такими статьями у нас есть немало таких более простых статей познавательных, иногда веселых, и юмор присутствует. У нас есть еще круг авторов, которые, в общем-то, специализируются на таких материалах, более простых, и, как правило, я знаю, они привлекают интерес. Потому что, когда мы проводили опрос, нам называли имена вот наших авторов, таких уже более коротких материалов, познавательных. И это, в общем-то, показало, что эти материалы тоже любят, и тоже есть люди, которые, в общем-то, их замечают и ждут. Теперь давайте немножко пройдем по лично вашей биографии. Как получилось? Вы, как человек, который в свое время закончил физический факультет, как у меня создалось впечатление, и вы оказались на этой должности, то есть ваша карьера. Я закончил физфакт Латвийского государственного университета, а потом поступил в аспирантуру и приехал в Москву. Причем, должен сказать, что у меня были шансы родиться в Москве, но семью моей матери в 1938 году, брата ее посадили, а семью выслали в Киргизию. Была большая семья, пять человек, детей. Моя бабушка в детском времени уже умер. В общем, никто из них в Москву не вернулся. Я, как представитель уже следующего поколения, приехал в Москву и, в общем-то, здесь остался. Аспирантура у меня была по астрофизике, но потом я работал в НИИ, уже не совсем по астрофизике, а по физике. И в 1989 году, как-то, как человек не равнодушный к политике, у меня увлекся политикой и, в общем, участвовал в разных демократических движениях. Был в Координационном совете движения «Широкая демократическая Россия». Ну и, в общем, так получилось, что меня, как такого активиста, в 1991 году уже в сентябре пригласили работать в администрацию президента. И так вот я отошел от науки, как-то погрузился. Ну, нельзя сказать, что там уже были дела политические, но было время, когда я там один отвечал за взаимодействие с общественными, включая политические организации. Уже гораздо позже там возник отдел, потом управление. В 1992 году, в 1993, в 1994 фактически вот я еще один отвечал за это направление, и это было мне интересно, и вроде нареканий к моей работе не было. Потом, когда я в 1997 году ушел из администрации, потому что там уже изменилась ситуация и такой творческой работой, я все сложнее было заниматься, свои проекты уже сложнее было осуществлять. Это вот очень интересно. Какие были лично ваши проекты в области политики? Расскажите, пожалуйста. Ну, это не политика. Скажем, одно из начинаний, за которое я боролся, ну, пытался его провести, была общественная палата при президенте Российской Федерации. Я ее предлагал где-то уже с 1992 года, тогдашнему руководству администрации президента. Их это не заинтересовало. Потом появился там на должности руководителя администрации Сергей Александрович Филатов, и он предложил мне стать его помощником. Я был его помощником, я ему эту идею предложил. Он сказал, что идея неплохая, но сейчас актуальность в другом. Давай мы ее, эту идею, используем для конституционного совещания. И, в общем-то, я занимался формированием. У меня тогда небольшая группа появилась, еще две сотрудницы. И вот в 2 мая формировали эту общественную палату, где было 250 человек, и из них партия представляла, я помню, я смотрел, 7% всего. В остальном это были представители, как правило, лидеры общественных различных организаций, союзов различных, малых городов, например, молодежных разных организаций, религиозных, различные общественные движения, которых тогда было очень много. И, в общем, представители этих организаций, войдя в эту общественную палату, конституционное совещание, они, в общем, участвовали в разработке конституции. Но не все, конечно, удалось привести из того, что хотелось, но начальные положения и в качестве Конституции, которая может быть изменена только Конституционным совещанием, там по многому те формулировки, которые родились в ходе работы Конституционного совещания. Когда Конституция была принята в 1994 году, я уже боролся за то, что появилась самостоятельная общественная палата при президенте, она появилась, и мы работали некоторое время успешно, но потом возникли проблемы с тем, что не всем там около президента нравилось, что палата затрагивает вопросы, ну, такие, я бы сказал, болезненные. Через какое-то время так ее работу тихо свернули, к сожалению. А то вот сейчас возникла палата, опять, да, общественно, сейчас это уже орган существующий, надежно, что называется, она уже не раздражает власть, как правило. Ну, сейчас она уже стабильный характер и даже занимает здание на Мюрской площади. Да, у нас такого своего здания не было, но работал небольшой коллектив, продолжал работать из трех человек, и с помещением давали проблемы с проведением заседания Совета палаты, и потом самой палаты, с этим проблем не было. Своего здания не было, но и проблем с течение работы тоже не было. Всегда там хватает, от Кремля и на Старой площади хватает помещений таких для совещаний, так что в этом проблемы не было. Ну, а и аппарата такого не было, как сейчас. Это, так сказать, уже орган такой, можно сказать, почти государственный. А тогда это действительно было представительство общественных организаций, которые подсказывали свое мнение по каким-то вопросам, иногда вот церезали в такие темы болезненные для руководителей страны. Ну, к сожалению, жизнь такова, что иногда критика нужна. Вообще-то это был механизм обратной связи, настоящий такой обратной связи. Ну, и потом, когда стало ясно, что это, да еще ряд каких-то начинаний, ну, просто уже всерьез там не завяжешь, я ушел, но уже в науку не вернулся. Как и большинство тех, кто пришел в демократическое движение, они в науку не вернулись. Там, скажем, один из моих соратников, Лев Пономарев, один из первых киноагентов сейчас, он же занимался физикой элементарных частиц, но превратился в правозащитника известного. Я знаю только одного депутата, активного депутата, Толю Шабата, который вернулся в науку, он занимается тоже физикой элементарных частиц, и успешно продолжает работу. А большинство пошло по каким-то иным ненаучным стезям. Ну, в том числе я там занимался выборами много, занимался созданием различных общественных организаций, более или менее успешно, там он имел отношение, был такой голос России, движение, которое возникло, вроде бы нормально шло, но потом ему там поставили палки в колеса. С СПС мыслились, и там участвовал в выборах 99-го года, тогда успешно, и так далее. В начале этого века нового участвовал в создании Конституционной демократической партии России. Она была создана в 2000 году, и, в общем, существовала более-менее нормально, даже участвовал в выборах 2003 года, но, так скажем, стало ясно, что развиться партии не дадут, потому что была одна большая организация, которая хотела нам дать деньги на выборы, потому что выборы требуют серьезных средств, реклама только за деньги. Им запретили, это серьезные организации, которые хотели нас поддержать, потому что они хотели иметь небольшую фракцию, как это с ними связано, а им запретили, они не пошли на нарушение этого запрета. Но, в общем, я понял, что заниматься политикой дальше бессмысленно. С моей точки зрения, кто-то успешно занимается, когда занимался, занимается, но эти варианты меня не устраивали. Я пришел в 2004 году в журнал, и вот с тех пор занимаюсь просветительством. И считаю, что все-таки делаю полезное дело, и не жалею о том, что пришел знание сил. Вот, собственно говоря, да, с 2004 года я генеральный директор, но как-то вот быть только администратором мне было скучно, поэтому я все эти годы писал статьи для журнала, брал интервью, не в каждом номере, но достаточно регулярно. А вот последние лет пять я уже стал этим заниматься с регулярностью, с постоянностью. И сейчас, скажем, практически в каждом номере. В основном интервью, ну, либо статьи, которые я инициировал, потом отредактировал, либо интервью, которые я брал, причем не только по естественным наукам, по экономике, да и гуманитарное интервью. Мне тоже это интересно. Ну, вот Ясной Поляне мы делали номер, посвященный Ясной Поляне, позапрошлым году. Интересно было съездить туда, взять интервью у Толстого Владимира Ильича и его жены. Правнука Львана Николаевича. Да, да, Правнука Львана Николаевича и советник по культуре президента России. Он приехал туда специально, они с женой давали нам интервью, оно вышло там. Это была главная тема как раз, и там еще был целый ряд материалов, но ключевым, таким центральным материалом было интервью с Владимиром Ильичом и с его женой, которая директор, еще раз подчеркнула, директор музея Ясной Поляне. Так что это мне даже интереснее, чем заниматься административными делами. Ну, им приходится заниматься, их скинуть не на кого, но в любом случае, это то, что как-то меня греет. Интересно общаться с людьми, интересно узнавать новое, и потом приводить этот материал в порядок, чтобы его легко было читать. Нашим читателям тоже узнавать что-то, что, мне кажется, нормального человека должно интересовать. Ну, то или иное, что есть в нашем журнале, должно человека любознательного привлекать. Я что могу сказать, что да, я уже давно обнаружил такую проблему, что гуманитарии, я имею в виду ученых, они либо с трудом читают наши материалы естественно-научные, либо вообще не могут их читать. Вот на этом мне жаловался долголетний друг нашего журнала, к сожалению, умершая почти год назад, при этом Арана Чудакова, наш выдающийся исследователь, и Булгакова, и тех писателей 20-30-х годов, которых мы, к сожалению, забыли. Она мне жаловалась, что трудность... Едва ли можно сказать, что Михаила Афанасьевича Булгакова мы забыли. Нет, нет, речь же не о том. Речь о том, что она была первым человеком, который написал про него книгу. Ей так повезло в жизни, что она принимала и исследовала архив. Она, Елена Сергеевна, принимала архив Булгакова, когда еще работала в Ленинге, в архивном отделе. И благодаря этому, в общем-то, вот ей так повезло, что с этим архивом она первая работала. И поэтому она признанной Булгаковед была. Она занималась не только Булгаковым, но и Олешей. Многими писателями, как я сказал, которые были забыты по разным причинам. Либо они сами ушли в тень, почувствовав где-то уже к концу 20-х, что опасно выражать какие-то мысли. Либо, как пельняк, были расстреляны. Он не единственный был. И она наш журнал любила. Когда я приносил свежий номер, она читала все, но признавалась, что ей трудновато читать естественно научный материал. А вот представителям естественных наук читать коммунитарную составляющую нашего журнала несложно и интересно. Поэтому, что я хочу сказать, любознательный человек в любом случае найдет в нашем журнале что-то для себя интересное, чем бы он ни занимался. А для представителей естественных наук мы должны знать, чем интересно. Конечно, по своей направленности они читают научные журналы. Но там часто настолько специфический язык, причем я имею в виду не слова, скажем, если мы говорим о космологии, и, допустим, о физике поверхностных явлений. Это тоже физика, да? Или о кристаллографии. Там настолько разный математический аппарат, что, скажем, люди, которые занимаются кристаллографией, не поймут ту математику сложнейшую, которая космология или физика элементарных частиц. Теория струн, скажем, да, это вот представление микронирования. Ну, ее, наверное, понимают немногие. Я не понимаю. Реально. Там, когда вот рассказывали устами академика Рубакова, который, к сожалению, недавно умер, он был тоже друг нашего журнала, он написал где-то лет 10 назад статью про тронную теорию, теорию струн, там на пальцах все ясно. Ну, это такое поверхностное объяснение, да, что вот 11 измерений появляется, что... Ой, не многовато ли? Ну, мы только 4 знаем. 3 в пространственных и время. А значит, там еще 7. Ну, там вот объяснение, что все эти 7 свернуты, как бы они трансфернуты, они разворачиваются в масштабах микромира. Ну, в любом случае, я хочу сказать, что физики, которые занимаются другими направлениями, они хотя бы так получают представление о том, что делают, как делают в физике в каких-то иных направлениях. Так что в этом плане, мне кажется, им наш журнал интересен. И я знаю, я знаю от моих знакомых, что да, они эти материалы читают просто, чтобы что-то узнать в других направлениях физики. Потому что физика так разросла. И настолько разный математический аппарат и язык, соответственно, просто быть универсальным физиком практически невозможно. Так, в любом случае, ну, и подростки, и подростки, потому что они, наверное, все-таки есть, я надеюсь, подростки, которые думают о научной эстезии. И в любом случае наш журнал должен быть интересен. И, соответственно, учителям, которые могут получить какие-то сведения, которые попадут в учебники нескоро. Я могу только привести в пример эксперимент, который мы в 2018 году провели благодаря Чудаковой, в Нижегородской области. Я туда передал где-то комплектов, по-моему, 60 или 70. Из двух номеров нашего журнала их раздали по селестному району, не в городах, а в каких-то поселках, библиотекам, и потом я разознал вопросы по истории, по литературоведению, по естественным наукам и условным техническим. Это вот не чисто технические были, а там у нас были статьи, рассказывающие о каких-то тенденциях, например, что дала нам в технике Первой мировой войны, потому что она не только убивала, но было интенсивное инженерное и конструкторское творчество. Пожалуйста, Андрей Георгиевич Купцовного «История оружия» – одна из главных тем. Там не только было оружие, там много еще чего было. В конце концов, противогаз нужен не только на войне, а на химических производствах, на опасных производствах. Да, российское изобретение, зеленские. Да, и парашют нужен не только военным, а испытательный и так далее. И еще была куча изобретений, менее известных, но которые появились именно благодаря Первой мировой войне. Вот, к примеру, такие материалы у нас бывают. Они технические, но не чисто технические. И там более ста, я сейчас не помню, но, кажется, 118 человек ответило на вопрос. Почему были те, кто отвечали только на одном управлении, а были те, кто ответили на все четыре. И тогда было организовано жюри из преподавателей университетов Нижегородска. И как на подбор, они там все кандидаты на убыли. И они затруднились выбрать лучшие работы. Они выбрали 36 работ, которые надо было отметить. И потом мы приезжали с Маритой Амаровной, и дети, ну, не все смогли приехать, но те, кто приехали, получили комплекты книг, какие-то более дорогие подарки у нас и не было, да и что детям дарить. На ноутбуке у нас не было денег. А вот комплекты книг мы им дарили, но я о другом. Казалось, что вот в сельской местности, там, где меньше соблазнов, чем в больших городах, как в Москве, дети читают. И очень толковые дети, потому что эти все ответы проверяли и на плагиат. То есть там дисковод было, когда просто вот из журнала брали абзац. Но их было очень мало. Большинство работ было полностью самостоятельных. И те работы, которые отметили, они, как показала проверка на плагиат, не содержали каких-то прямых цитат. Это в любом случае была какая-то собственная работа. И, в общем, это показывает, что хороший потенциал в сельской местности. И вот там те дети, которые, может быть, составят в будущем славу нашей науки, если получат возможность поступить в высшие учебные заведения и получить образование. Но в любом случае, наш журнал там очень нужен в тех местах. Но, к сожалению, эти библиотеки бедны, потому что они давно переведены на муниципальное обеспечение. Муниципалитеты в большинстве своем бедны. И, в общем, я знаю представителей таких библиотек. Мы с ними ниже много лет, кстати, встречались на этом награждении, что подписались бы на журнал, но, к сожалению, их просто на подписку не хватает денег. Они еле-еле обеспечивают работу библиотек, потому что зарплату-то люди какую-то должны получать. Жить-то надо, если они работают. В общем, в этом плане непростая ситуация. Но благодаря Чудаковой там бросали клич. Люди давали деньги на подписку сельских библиотек. Ну, там доходило до 50-60 библиотек, которые приходили деньги, и мы находились по спискам библиотек. Находили какие-то библиотеки. В частности, какие-то библиотеки, наиболее хорошо работающие нам давали библиотекари из Центральной библиотеки Нижегородской областной, и мы посылали журнал. Ну, сейчас мы пытаемся помогать, как у нас есть какие-то остатки, тиражей. Мы их раздаем библиотекам областным для того, чтобы они их комплекты передавали в свои сельские районные библиотеки. Потому что все эти областные библиотеки курируют. Они не могут помочь деньгами, но они как-то курируют, помогают иначе, методически. Иначе все библиотеки их области или края. И только недавно мы были с главным редактором Надеждой Алексеевой во Владимире и тоже передали им по 60 экземпляров нашего журнала за этот год. Вот те номера, которые вышли, включая по октябрь. Это было в октябре. И они с радостью их приняли. И я знаю, что они поступают в какие-то библиотеки, и там смогут люди почитать, ознакомиться с нашим журналом. Вот. В общем, жизнь сейчас у журнала непростая. Но мы выходим, мы хотели бы дальше выходить.